Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли в текущих социально-экономических условиях обсудили в Самарской городской думе. Предложения обсуждали на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры. Во встрече приняли участие депутаты, специалисты профильных департаментов администрации, представители транспортных предприятий. Подробнее в следующем сюжете. Ежегодно для поддержки транспортной отрасли в городе увеличиваются объемы ее бюджетного финансирования. Так, со стороны мэрии при поддержке правительства Самарской области принимаются меры по развитию сферы транспорта, касающиеся текущей деятельности, обновления инфраструктуры и парка подвижного состава. Вместе с тем, с каждым годом растет потребность в ресурсах для осуществления текущих расходов, выплаты обязательных платежей. Дорожают газосмазочные материалы и электроэнергия, запчасти и ремонтные материалы. С каждым годом идет рост, начиная от стоимости сырья и материалов, которую мы используем для ремонта трамваев, троллейбусов. И также растут все эксплуатационные расходы. Электричество повысилось, теплоснабжение повысилось, вода немножко подросла. Одна из негативных тенденций и нехватка персонала, особенно водителей и кондукторов, что сказывается на регулярности работы общественного транспорта. В целях привлечения новых кадров необходима индексация заработной платы, что в свою очередь требует дополнительных средств. Во-первых, у нас сейчас нехватка водительского состава. Все водители, которые работают на этих, машинах, а не 19-метровые машины. Это люди очень квалифицированные. Участники заседания акцентировали внимание на том, что фактически за проезд пассажиры платят дешевле его себестоимости. Эту разницу предприятиям стараются компенсировать. Одна поездка в трамвае или троллейбусе предприятию обходится в более чем 50 рублей, а в метрополитене себестоимость проезда свыше 80 рублей. Выслушав предложение, депутаты обсудили и другие возможные пути решения вопроса, а также указали на необходимость взвешенного подхода к теме изменения стоимости проезда, учитывая интересы социально незащищенных категорий пассажиров, а также улучшая транспортное обслуживание населения. Увеличением только транспортных подвижных составов тема не решается. Мы комплексно рассматриваем. То есть уже письмо является первым шагом. Понятно, что эта встреча первая, но не единственная. Все-таки подойти конструктивно. Мы два года не повышали стоимость проезда. Более того, мы абсолютно четко понимаем, что это очень серьезное и ответственное решение, и надо это решение принимать очень взвешенно. Мы предлагаем с минимальными потерями для наших граждан эту ситуацию провести, не затрагивая социально незащищенные слои населения. В дальнейшем все предложения аргументированно продолжат рассматривать с участием широкой общественности. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События.